Бабаха, ты ничего не понимаешь, ты идиот. У меня дочка лесбиянка, поскольку на Западе все садомиты, педофилы и неонацисты, они невинную нашу милую Россию очень любят растлить. Мы соберем под свои знамена весь свободный мир. Бабки за что они дают? Бабки за пропаганду канадского образа жизни. А не пошли вы, куда русский корабль пошел? Нет. Слава Украине. Героям слава. Героям слава, да. Проблемы ЛГБТ, если ты хочешь начать с этого нашего разговора... Нет, абсолютно не хочу. А не хочешь, а все равно я могу сказать, как я отношусь к проблемам ЛГБТ. Я отношусь к ней никак, этой проблемы не существует. Просто не существует. Есть люди, которые предпочитают спать не с теми, с кем я предпочитаю спать, а друг с другом. Это их личное дело, и пускай живут, и пусть процветают. По-моему, никаких других не может быть мнений, правильно? Правильно. Но вы сейчас так загнули, что по неволе люди задумываются, с кем предпочитаете спать вы. Как-то очень мудренно было сказано. Я предпочитаю спать с девушек. Я бы с удовольствием спал с малышками, потому что они не такие вредные, как девушки. Как это, собственно говоря, не получается. Да, но Господь Бог так устроил, что почему-то у меня на них не работает ничего. Ну, начнем. Выпьем за прекрасных дам. За прекрасных дам, собственно говоря, вот мы еще на фоне. У меня дочка лесбиянка. Она, значит, мне говорит в какой-то момент, папочка говорит, у меня подозрение, что я люблю девочек больше, чем мальчиков. Ты не будешь меня за это любить меньше? Я был вынужден очень грубо послать ее куда подальше, объяснить ей, что моя любовь к ней не зависит от того, кого она любит обнимать. Собственно, да. Естественно, а как еще это? Господи Боже. Действительно, этой проблемы просто нет в природе. Это очень в России очень любят раздувать. Как известно, Запад любит расклевать российское общество с помощью садомии, педофилии и неонацизма. Это вы знаете, да? Это Запада просто основные задачи, три. Это три основные задачи Запада, поскольку на Западе все садомиты, педофилы и неонацисты, они невинную нашу милую Россию очень любят растлить и так далее. Единственная логическая проблема состоит в том, что ни садомии, ни педофилии, ни неонацизм не существует. По крайней мере, как культурное явление на Западе. К сожалению, это такая небольшая ошибка, мастурбация перед зеркалом. Тогда России приходится изобретать то, чего нет. Потому что нельзя же отпустить вообще ситуацию. Мы же с чем-то должны работать в наших нарративах. В наших нарративах, в наших дискурсах. Это дискурсы. Такие омерзительные слова, да. А это вообще слова, которые существуют или на самом деле нет? Конечно, не существуют. Не существуют. То есть, нет такого слова нарратив, нет такого слова дискурс? Нет, слово нарратив есть. Называется он описание или повествование. Так. Ну, понимаете, у тебя было. Вот есть такое русское слово, которое... Я же профессиональный переводчик, я этим деньги на жизнь заработаю. Так. Вы даже в МВФ работали. Я работал в МВФ, да. Есть такое замечательное русское слово. Бизнес-кейс. Да, абсолютно русское. Бизнес-кейс. Русское слово такое. И зачем его употребляют? Нет, его употребляют за тем, чтобы быть как взрослые. Чтобы показать, что мы знаем английский, что мы серьезные, мы такие. Одна маленькая беда. Слово бизнес-кейс в американском языке или в английском не существует. Вообще. Это я когда-то в Фейсбуке об этом писал. То есть, это составная штука, составная калька, которую придумали на русском. Это глупость. Глупость, не знающих английский язык. Нет. Бизнес-кейс по английски есть такое выражение. He made a business case. Означает это, что он представил технику экономического обоснования делового проекта. Бизнес-кейс это называется. А по-русски бизнес-кейс это описание какой-то удачи в бизнесе. Как бизнес-ланч. Слово бизнес-ланч не существует. Бизнес-ланч в американском языке это встреча двух партнеров за обедом, чтобы провести короткие, эффективные переговоры. То, что называется комплексный обед, бизнес-ланч, называется по-американски lunch special. То есть, дешевый обед. Но этого бедные москвичи не знают. О жаль. Ой, что принесли какие-то штучки. Спасибо. Принесли, собственно говоря, огурчики и помидорчики. Огурчики да помидорчики. Дальше знаете. А Сталин Кирова убил в коридорчике. Ну, то, собственно говоря, классика, классика. Классика, которая лишний раз доказывает, что русский народ все-таки не такой идиот, как Иваню. Да, собственно, никогда и не был. Просто слишком страшно ему жить на свете, русскому народу. Совершенно верно, совершенно верно. А идиота, может, точно никогда не был. А идиота не был, конечно. Сейчас, правда, немножко похудшало, но это уже отдельный разговор. Бахыт, вот если все-таки вернуться к истокам, да, с чего народ стал знать Бахыта Кинжеева, на мой взгляд? Вот как раз вот с этих строчек, да, то есть вот Бог, а вот порог, а вот и дом, и дом, но сердце в ритме сокровенном, все плачет. Не знаю, плачет об отечестве своем оси, но внутривенном. Да, да. И вот на самом деле это была какая-то абсолютная для 90-х абсолютное открытие новой ностальгии, да. То есть какой-то мальчик уехал из Москвы, оказался не весь где в Северной Америке и так, собственно говоря, застрадал, что вот такие штуки написал, такие слова написал, которые начали переворачивать душу всем остальным, то есть которые это читали. Вот чего так сильно вас-то торкнуло, что вот на то пошло? Да куда как просто, дорогой мой. Жил я в концлагере таком маленьком, такой, Советский Союз конца 70-х. Но в этом концлагере я был первый пахом. Первый, совсем. Просто такой цвет московской интеллигенции. Я лично знал всех лучших писателей, всех поэтов и так далее. И вдруг я переезжаю в Канаду, о которой долго мечтал, и в течение секунды оказываюсь никем вообще. Вообще никем. Просто никем. Я никто. Хотя я знаю английский и прочее. Но вот я, во-первых, нищий. Во-вторых, у меня нет друзей, у меня нет никакого социального статуса. И все это надо долго-долго устанавливать. Вот поэтому. Но я хочу обратить ваше внимание, Вадик, что в этом стихотворении есть, в этих строчках, которые вы сейчас прочли, есть одно ключевое слово, которое делает их не такими плохими стихами, какие они могли бы быть. Это слово «осиновый». Заметьте, что там могло бы быть слово «березовый». А вот не получилось. А осина другое дерево, на нем иуда повесился, вы это знаете. Ну, и плюс еще и кол, собственно говоря. И кол осиновый, да. Вот это слово очень важно в этих стихах, потому что оно делает их, извините, многомерными. Извините, что я рекламирую собственные стишки. Так, собственно, я-то только за, потому что вот именно с этих строчек, мне кажется, и началось восприятие. Вот вы уехали рано, да? И вам пришлось же что делать? Вам работать же пришлось, я так полагаю. Еще как пришлось всю жизнь, работал как собака. То есть, вот насчет того же Некрасова, да, праздник жизни, молодости годы, я убил под тяжестью труда и поэтам баловнем свободы, другом лени не был никогда, это вы вот поддерживаете? Нет, ну я, извините, всегда работал. Ну, положим, Некрасов большую часть денег зарабатывал в казино. Он еще там с миллионерами на бильярде играл, что у него такое было, да? Нет, нет, у меня такого не было. Я прошел путь, дело в том, что я от рождения никогда не боялся работать, слава богу. Я не считал, что это что-то зазорное. Я всю жизнь работал, работал много, тяжело, на разных работах, переменил там пять профессий. Вот, и ничего страшного. Другой вопрос был в том, что работу было найти трудно. Я приехал в Канаду и оказалось, что я был в Канаду в очень удачный момент своеобразный. Есть такое редкое русское слово, надир. Это противоположность Зениту. Да. Самая низшая точка. Да. Вот 24 июня 82-го года, когда я приехал в Канаду, по статистическим отчетам было самой низшей точкой экономического кризиса в Канаде. Не было работы вообще никакой. Нельзя было устроиться в Макдональдс мыть посуду. Не было. Вообще не было. Идеальное время для переезда. Вот именно идеальное время для переезда, да. И я, значит, пришел в абсолютную истерику, потому что нет, вообще. А у меня жена такая канадская девушка, мы с ней много лет прожили в Москве, потом, значит, приехали. И мы приехали в Канаду, а у нее живот такой размер с арбузом, потому что через два месяца родился наша сночка Лешка. То есть она работать с ней может, денег никаких нет. Там еще смешнее было. Когда она работала в Москве, мы прожили там 4 года, она маленькую-маленькую крошечную часть своей зарплаты получала в иностранной валюте. Мы очень гордились этими деньгами, но никогда их не тратили, потому что думали, что вот поедем наконец когда-нибудь в Канаду, там, ребеночка родит, деньги пригодятся. А деньги эти были от ее зарплаты четверть, которые переводили в какой-то банк, из которых можно было взять их только в случае, если ездить за границу. Это было 100 долларов в месяц. По московским понятиям тех лет астрономическая сумма, как сегодня тысяча. Конечно. А потом выяснилось, что когда мы перехали в Канаду, у нас было накопилось за это время 3000 долларов. И выяснилось, что в Канаде этого хватит на полтора месяца скромной жизни. А в Москве этого хватило на два года скромной жизни. Таким образом, я оказался в полной, извините, заднице. Но ничего, все устроилось. Все устроилось. Я довольно быстро начал. Та работа, всякая работа. Потом оказалось, что именно в Монреале, чего я не знал раньше, расположена Радио Канада. Вот и меня довольно быстро взяли сначала. Ну, не штатную работу, а потом и на штатную. А русскую редакцию? Русская редакция. Русская редакция. А что вы там делали на Радио Канаде? О чем вы там разговаривали с людьми? На Радио Канаде я, естественно, подвел подрывную работу против советской власти. Естественно, на деньги ЦРУ. Я вел там... Во-первых, я делал обычную, рутинную, новостную работу. То есть, переводим новости на русский язык и читаем их в эфире. За что очень благодарен Радио Канаде, они мне голос поставили. До сих пор есть. Да, да, вот я об этом говорю. Собственно, папа, да. Но, помимо этого, мы писали очерки. Именно о жизни в Канаде. Я отвечал за два отдела. Я отвечал за литературу и науку и технику. А им была интересна литература? Кому им? Радио Канада? Да. Первый пункт устава Радио Канада, не русская редакция, а вообще Радио Канада, гласит следующее. Радио Канада целиком финансируется канадским правительством. Так. Пункт второй. Канадское правительство не имеет абсолютно никакого права вмешиваться в деятельность Радио Канады. Это одна из моих любимых цитат, понимаешь, да? Не, ну а за что они бабки, бабки за что они дают? За пропаганду канадского образа жизни. Но вмешиваться не имеют права. Вмешиваться не имеют права никогда. Так, я... Ни разу в жизни за 6 или 8 лет, которые я проработал на Радио Канады, ни разу в жизни никто, никакая сволочь не посмел вмешаться в наши деятельности. Я требую, чтобы это сейчас было зафиксировано и показано нашей партии, нашему правительству Казахстана и вообще всем, да? Бабки давайте, вмешиваться не имеете права. А ты думаешь, я случайно это говорю? Я знаю. Это то самое, но и как и в случае писателей, в Канаде существует организация, которая называется Канадский совет по делам искусств. Она дает писателям очень скромные, но достаточные на честную бедность деньги, чтобы они писали свои книги, стихи и прочие. Я этот грант получал два раза. Значит, один раз я получил серьезный грант на целый год. Сумму не говорю, она бессмысленна, но в пересчете на покупательную способность доллара, ну, будем считать, что это где-то тысяча шесть долларов на год, в смысле в Казахстане, по покупательной способности, очень скромно, скромно. Я их получил. Написал книгу, но за эти деньги я должен был отчитаться. Отчитаться перед этим писателем. В каком виде должен был быть отчитан? Вот я как раз об этом и говорю. В каком виде канадский писатель отчитывается перед Канадским советом по делам искусств. Значит, я послал им экземпляр книги, которая вышла, стихов, на которой было написано, что я очень благодарен Канадскому совету по делам искусств за предоставленный грант и написал им письмо, которому написал следующее. Дорогой Канадский совет по делам искусств, огромное спасибо за предоставленную финансовую помощь. Я истратил на то, чтобы написать прилагаемую книгу стихов. Большое вам спасибо, до свидания. Все. Международный валютный фонд в какой момент возник? Он возник всегда, он был всегда. Возник он, когда я лишился работы в Радио Канады. Это же не так. Сначала я ушел с Радио Канады, потому что... В Пуркуа. В Пуркуа, потому что в Советском Союзе началась перестройка. Так. Я понял, что я как писатель не имею никакого права не быть там все время. Ага. Так понятно? Да. Я бросил Радио Канады с его гарантированной пенсией, хорошей зарплатой и пошел в фирму Рога и Копыта, которую руководил такой человек, Лустик, Йозеф Лустик, чех, который был такой очень обаятельный международный авантюрист, жулик. Вот он сейчас уже покойный, но обаятельный был, точно, и жулик. Он решил открыть компанию, взял меня туда, но там, теоретически, переводчиком, в реальности я очень скоро получил карточку менеджера по развитию бизнеса. Я начал ездить в Россию, мы продавали туда хлебопекарное оборудование. Я, кстати, прожил в общей сложности, наверное, года два в Питере, что мне очень понравилось. Тем более, у меня там был сын, врач. Но потом фирма разорилась, естественно. Меня выгнали. Но два года, собственно говоря, удалось просуществовать, еще и в Питере, и на деньги этого замечательного человека. На деньги этого замечательного человека. Поэтому у меня никаких... У меня Яков Лустик, Джейков, да. У меня никаких претензий к нему нет, естественно. Хорошо. А потом выгнал. Я, значит, уже мне 40 лет было, и сколько? Я думаю, а что мне, собственно, делать? Потому что кушать что-то надо. Еще и сын? Да еще. У меня сын уже был довольно большой. У меня почему? Восемь лет ему было не так много. Ну, кушать надо. И вдруг... Я думаю, не буду я искать работать никакой, а поеду с сыном в Москву. Взял маленького сыночка, мы с ним поехали в Москву. Возвращаюсь через месяц в Монреальд. И вижу на автоответчике сообщение от моей бывшей коллеги по радио Канады, которой я очень много помогал в качестве редактора. Писала она плохо, но она оставила ко мне признать. Багетик говорит, тут в МВФ открывается русский отдел переводов. Не хочешь ли там работать? Все. Никогда не просите ничего у тех, кто сильнее. и сами о вас позаботит. Ну, а вот, собственно, и все. Я после этого там проработал лет 15 или 20. Нравится один человек. Самый большой трус, мне кажется, в мировой литературе это Фердинандо Селин. То есть он был Фердинандо Селин. Француз, я знаю, да, да, да. Это самое. Путешествие на край ночи. А вот, мне кажется, для того, чтобы быть настолько большим трусом, как он, действительно, надо было быть почти по Сталину. Надо быть очень смелым человеком. Потому что, ну, вообще говоря, быть... Я же ничего не скрываю. Я говорю, что я трус. Я же тебе рассказал историю про аватарку. Про аватарку нет, кажется. Значит, когда началась чрезвычайная военная спецоперация... А, вы рассказали про аватарку, но мы еще раз... А вот позавчик могу рассказать. Значит, я сижу тупо перед своим фейсбуком, а я довольно популярный фейсбучный автор. Есть у меня какое-то количество подписчиков и этих самых... Я думаю, что надо поставить зеленый флаж, синий-желтый флажок на аватарку. Правильно? А потом думаю... Ну, а потом меня отравят полонием или новичком и так далее. И думаю, что, наверное, не надо. И вот эти сомнения у меня продолжаются аж целых 10 секунд. За что мне до сих пор стыдно. Потому что нормального человека они должны проражаться одну четверть секунду. Понятно, да? Слава Украине. Героям слава. Героям слава, да. Русскую культуру отменять будут или нет? Не будут. Это выдумка путинской пропаганды. Никакой отмены русской культуры нет. Есть здоровое чувство брезгливости по отношению к культуры страны-агрессора. Так. Это есть. Да. И оно как-то так... Оно проявляется кое в чем. Вот там в Украине изъяли русскую литературу из школьных программ. Но это абсолютно нерелевантная вещь. Ну, изъяли. Ну, и что? Что? Мне от этого плохо, что ли? Мне какой-то злобный идиот написал в Фейсбуке. Вот вы, Бахат Шкурович, вы не классик. А вот как бы отнесли... Вот если бы вы были классиком, хотя я классик на самом деле и в русских программах я есть. Вот если бы вы были классиком, как бы вы отнеслись к тому, что вас изъяли из программ украинских школ. Я написал, ну, давайте объявим войну в Финляндии, разбомбим Хельсинки за то, что они не излучают Достоевского. Ну, какое наше дело? Какое наше дело? Суверенная страна изучает кого хочет. Все, проехали. Кому не нравится, в свободной стране все лезут в интернет и читают этого запрещенного Достоевского сколько хотят. Все, я указан. Глупость это все. Ничего этого нет в природе. Это вот вечная обида, обида Российской империи на то, что ее все обижают, все ее пытаются обмануть, все против нее воюют, все ее презирают. А ведь на самом-то деле, вы же знаете, что мы самые умные, мы самые талантливые, мы самые красивые, у нас самые душевные песни. А не пошли вы, куда русский корабль пошел? Нет? Все, проехали. концерты, фильмы и прочее. То есть, есть такое, что на какое-то время это уйдет из оборота мирового? Пускай уйдет. Потому что, вот хорошо, какой-нибудь Гиргиев, талантливый, хороший человек, да, он, значит, руководит оркестром. И все хорошо, и мы хотим культуру, мы хотим слушать Гиргиева, что он руководил оркестром. Но одна беда, от него за версту пахнет говном. И поэтому, ну, как-то неудобно его приглашать после этого. Понимаешь? Ну, какашками от него, фекалиями, пахнет гиргиев. Я все сказал, да? Ну, по-моему, убедительно. Просто элементарная человеческая брезгливость. Вот Леня Ревеншталь, она после разгрома Гитлера стала очень популярной. Потому что она, извините, была большой художником. Но я абсолютно уверен, что никогда там ни в какой нормальной стране ее фильмы не стали бы показывать. Потому что это было воспевание нацистского режима, амерзительного, который убивал евреев. Уж потом, когда все это кончилось, нашли в этом какой-то эстетический смысл. Но для этого должно пройти 50 лет. Ну, и как минимум в качестве такой изучения, скажем, того, что о школе. Совершенно верно. Изучение, да. Пока все это живое, пока евреев реально сжигают в печах Освенцима, как-то неприлично смотреть Ленин Финштейн. Правильно? Абсолютно. Триумфоли там и так далее. Олимпия, да. С какой стати? Сейчас еще как-то уже можно, как бы. Да и то, честно говоря, с очень с душком искусства. Давай. Алга Казахстан. Алга Казахстан. Кстати, можете напомнить ваш тост? Конечно, могу. Я тут несколько раз вспоминал свой тост. Вот в 75-м году я придумал тост, который вызывал всеобщий смех у народа на моих поэтических компаниях. Тем не менее, все с большим удовольствием за него и пили. Тогда, в 75-м году, это звучало как неизбывшись мечта. И сейчас именно в этот приезд я его вспомнил опять. Тост был такой. Мы сейчас его повторим, дорогой Вадим. Так. За Великий Казахстан от Волги до Амура. От Волги до Амура. От Волги до Амура. Да, да, да. К нам еще будут присоединяться осколки Сибирской империи. Да. Добровольно, естественно. Абсолютно добровольно. Мы всех примем. Конечно, примем. Нет вопросов. Туркмен несчастных примем, кстати. Почему нет? Каргалпаков примем. Мы сейчас с вами геополитику сделаем на раз. Я думаю, минутки за три мы со всей геополитикой разберемся. Но все-таки мы вообще говоря, здесь чего-то такое в себе казахское стали чувствовать. И даже те, кто никогда не собирался учить казахский язык, об этом всерьез задумались после января. Я это вижу. О чем-то февраля. После января. То есть, у нас после января, а февраль еще добавил. Потому что январь действительно был абсолютным шоком. Я тебе скажу, что я приехал, я много раз был в Казахстане. Вот сейчас в этот раз я приехал в совершенно другой Казахстан. Казахстан был всегда очень приятный, любимый мною страной, но всегда он как-то ощущался такая все-таки бывшая провинция империи, да? Да. Сейчас я приехал, я вижу абсолютно другую страну. Я вижу людей, у которых адреналин в крови зашкаливают, и они все кричат «Слава Украине! Слава Казахстану!» Понимаешь? И это вызывает у меня невероятный восторг. Просто настоящий восторг. Я просто приобрел достойную настоящую страну, которую я считаю суждено великое будущее. Как мы все считаем. Девочки, вы считаете, что Казахстану суждено великое будущее? Казахстану суждено великое будущее. Вот за это мы и будем пить, да? Путин, Хрлослава Украине, Алга Казахстану. Все. Мы соберем под свои знамена весь свободный мир, включая и русских, которые живут в Казахстане. Да и не только в Казахстане. И не только в Казахстане, мы всех примем. Да мы примем всех. Кстати, жена у меня девушка еврейской национальности. Я такая серьезная еврейская девушка. У нее там степень магистра еврейского богословия. Я ужасно люблю ей хвастаться, что Казахстан одна из двух стран в мире, где принципиально не существует ансимитизм, о чем вы знаете. Вторая, знаете, какая девочка? Ясно. Грузия. Грузия, да. Казахстан и Грузия. Две страны, в которых ансимитизм принципиально нет. Вообще, вообще нет. И она всякий раз очень-очень отморадуется. Я ее собираюсь в ноябре сюда привезти, чтобы познакомиться с родными и близкими. Такая вот еврейская девушка русского происхождения, американка совершенно. Она здесь не была? Она никогда здесь не была, но я ей столько рассказывал про Казахстан. Она, конечно, знает, что я Казах настоящий и прочее. русофобка жуткая ненавидит русских. Ненавидит, говорят. Просто ненавидит. Вообще, русофобия с любовью к русской культуре может сочетаться? Тут, Вадик, сложный вопрос. Дело в том, что русофобия это такое интересное явление. Слово есть, а явления русофобии конечно нет. Конечно нет. Нет такого. Она синонимична слову антисимитизм. Вот моя Ленка. А всю жизнь говорит по-русски, у нее все друзья русские, там, независимо от этнического прождения, но на русском языке говорят, так? Вот. Она, естественно, ненавидит имперскую Россию и путинскую Россию. Но, если приведешь к ней какого-нибудь белокурого мальчика, который будет с ней говорить о Мандельштабе, то что же она будет неплохо относиться, что ли она, что идиотка или кто? Да нет русофобии никакой. Я слово употребляю только в юмористическом смысле. То есть, русофобия такое же изобретение как и отмена русской культуры. И как и отмена русской культуры. Абсолютно ничего этого нет вообще. Все-таки хотел спросить про Алексея Петровича Цветкова. Даже не спрашивай, плакать начну. Ну, совсем еще недавняя утрата. Два месяца, ну что? Два месяца. Два месяца назад мы схоронили. А когда человек вот уходит от него что остается на самом деле? Боль большая остается. Боль, потому что вот я всю жизнь я очень богатый человек. У меня есть невероятное состояние в жизни. Мне повезло. Я окружен великими людьми. Я знаком лично и дружен с большим количеством людей, которых горд с мировой культурой. Других достоинств у меня нет. И когда у меня... Есть еще одно достоинство. Вы скромный человек. Уж какое есть. Спасибо. Но когда уходит какой-нибудь такой Алексей Петрович, с которым мы вместе были 50 лет, я как миллионер, который сразу лишился четверть своего состояния миллиардного. Потому что я привык, что он со мной рядом есть, что он всегда даст мне совет, поскандалит, со мной наорет на меня, напишет какой-нибудь стишок. Вот. Что вот такая была потеря большая. А орал прям вот орал? То есть это, скажем так, мог накричать прям в сурьез или это такая игра была? Алешка был фантастический вздорный мужик. Его любимая фраза была «Ах, это ты ничего не понимаешь, ты идиот». Да, это была его любимая фраза совсем, да. Вот. А теперь его нет с нами и некому на меня наорать, и это очень печально. Орал-то он орал, а потом мы наливались с ним в отчонки и начинали обниматься, естественно. Раз мы все записываем, я уж прочту так до стихотворения всех. Вот хотел попросить, конечно. Естественно, оскудевает времени руда. Приходит смерть, не принося вреда. К машине сводят под руки подругу. Покойник разодет, как отташи. Знакомые съезжаются вокруг в надеждах выпить о его душе. Покойник жил и нет его уже. Отгружен в музыкальном багаже. И каждый пьет, имея убеждение, что за столом все возрасты равны, как будто смерть такое учреждение, где очередь с обратной стороны. Поет гармонь, на стол несут вино, а между тем все умерли давно, садясь в застолье от семейных выгод, под музыку знакомых развозить. А жизнь она всегда находит выход. И это смерть. И ей не возразить. Возьми гармонь и пой издалека о том, как жизнь светла и высока, о пыльных мальвах по дороге к дому, о женщине, подаренной другому, о том, как после стольких лет труда приходит смерть. И это не беда. По-моему, это абсолютно гениальные стихи совсем. Давайте по-грузински. А грузины чокаются. И по-запокойных, естественно, по-запокойных друзей мы всегда чокаемся. А Исей Петрович, я надеюсь, ты видишь, как мы с тебя пьем. Мы тебя любим, дорогой мой. Давай. Ну, какие стихи, Вадик, а? Гениальные. Конец. Да, да, гениальные. Гениальные. То есть, много слов не надо, просто гениальные. Еще одна тема, не могу не поднять. Господин Ерлан Аскорбеков вас сюда привез и привез на небанальную, на мой взгляд, все-таки историю с премием меценат. А вот премия, которая дается, мне вот вообще страшно понравилось, что премия дается на всю жизнь, пока ты не сдох. Правильно, очень хорошо. Всегда будет платить жизнь. Пожительная стипендия, да, да. И второе, что, собственно говоря, нет никакой вообще истории с каким-то жюри, с каким-то... Да, народное голосование. Народное голосование, да, и каждый голос уникален. Там есть одна маленькая тонкость. Да. Я... У меня нет над тем своего мнения, но осложнения некоторые есть. А именно, когда только народное голосование, то некий недобросовестный кандидат вполне может послать по 400 тенге всем своим друзьям, чтобы они нажали на его эту самую, да. И это, конечно, к сожалению, такое могло бы, я не буду ничего рассказывать, но такое могло бы, да. Вы просто сейчас открыли возможность для кандидатом на будущий год. Совершенно верно. Поэтому я считаю, что профессиональные жюри все-таки нужны. Во всех реальных премиях существует два приза. Так. Один большой приз, там какие-нибудь 70 тысяч долларов, там или 20 копеек. А второй приз более скромный, но, международный значимый. Первый называется официальный приз, а второй называется приз читательских симпатий. Вот это мне представляется... Или народной любви. Это мне представляется более разумным, потому что народ, народ, ну что народ, народ, ну что народ любит, народ, как кашки всякие любит. Осадова любит народ. Осадова любит народ. Кстати, Осадова напечатали в петербургском метро, я вчера посмотрел, там цитаты из Осадова, люди едут, у них война в стране, а они читают... Но, правда, надо сказать в защиту города Петербурга, что там вот всякого рода стрит рисунков и высказываний против войны, наверное, ну вот, если не больше всего, то прям много. А насчет войны вы не правы, Вадим. Это не война, это операция, специальная военная операция по демилитаризации, демилитаризации Украины и по уничтожению украинского населения. Это святое дело. Русские обязаны этим заниматься. Потому что иначе у нас всегда на границе будет враг, который хочет... Вы знаете, что... Это любимая шутка моей жены Леночки, что если бы вы... Если бы мы не повысили пенсионный возраст за 65 лет, то завтра там уже были бы солдаты НАТО. Не, ну, солдаты НАТО, это понятно, они бы просто были уже давно везде. Ну, естественно, они были бы везде. То есть, почему они до сих пор... Вот у меня главная претензия к солдатам НАТО только одна. Почему их до сих пор нету? Мы их ждем, ждем, понимаешь? Мы годами на них надеемся. Вооруженные до зубов. Да. Мерзавцы, которые ненавидят казахов, которые хотят превратить в рабовую свой сыгревой предаток. У них же еще очень хорошие пайки. Пайки. То есть, они же приходят. То есть, собственно говоря, очень... Сухой паек у них хороший. У них все хорошее. Мы бы с ними договорились. То есть, ну... когда маленькие страны Прибалтики вступили в НАТО, я как раз был в Москве, облюбили, что они вступили в НАТО. И мы сидели с моим любимым другом Петей на кухне у него в квартире и пили водку. И мы специально купили новую бутылку водки и весь вечер паснули. Мы поздравляли маленьких Прибалтик с великой победой. Потрясающе. Хорошо безусому на Руси милицейской ночью лететь в такси тормознет и лбом саданешь в стекло очнешься вдруг. 20 лет прошло. А вообще жизнь, она не промеркнула. Тут какая беда. Я привык жить очень комфортабельной жизнью. В каком смысле? Давайте сразу уточним. В прямом смысле, что нет, в очень простом смысле жизнь без войны. Я родился в тоталитарной стране, я удрал на Запад. Потом моя страна стала не тоталитарной страной. Но не короткое время. Все хорошо. Я привык к тому, что наше поколение вот так и будет жить в условии, как говорил Фукуяма, конца истории. Я только что про него хотел. К сожалению, нет. К сожалению, вот началась та же самая архетипическая там 15 века опять истребление людей. Неизвестно за счет. Это мы такие дурные и наивные? Или дело в том, что какой-то сбой произошел серьезный? Я думаю, что это в наших генах сидит. Что? Я... У меня есть афоризм старый, который я придумал. Но я не думал никогда, что мне опять пригодится. Я говорил, что любой народ, любая нация не то, что имеет право, но имеет право, потому что так тоже сходит. В какой-то момент в своей истории зайти с ума. Так произошло с великой немецкой нацией. Так произошло с великой русской нацией. Они сошли с ума. Они стали сумасшедшими. И пошли уничтожать свой народ и соседние народы. А почему это они имеют на это право? Имеют на это право, потому что у нас в генах каждый народ имеет право сойти с ума. Потом их усмиряют, все хорошо. Сейчас с ума сошла Россия. Но я думал, что это больше никогда не произойдет, потому что России далее... Бахыт, а это не расизм вообще, говоря так говорить, что они имеют право сойти с ума? Чем они хуже других? Пусть они будут нормальные. Чего это у них такая особая миссия, что они могут сойти с ума? С какой, понимаешь, стать? Мы об этом не говорим. Я говорю в исторической перспективе, что немец сошел с ума, а сейчас немцы одна из самых замечательных народов в мире. Это понятно. Самый замечательный народ в мире просто. С прекрасной жизнью, со всем остальным. Это все понятно. Это такая извинительная формула для того, чтобы через 30 лет их оправдать. Понимаешь, что вот... А, скажу. Эта формула имеет смысл, только она на ца опять приходит в себя. Да. К сожалению, в случае России этого не произошло. Пока рано так говорить про них. Это народ, который находится в состоянии психиатрической истерики. И я не знаю, что с ним делать, потому что просто не знаю и все. Я, разумеется, казах в национальности, но я, естественно, все-таки наполовину русский. Я очень сочувствую. Ну и плюс московский мальчик, который очень хорошо помнит московские дворы и так далее, и так далее. Помнит русские дворы и так далее, да. Мне, конечно, очень жалко это. Но встать с ним по одну сторону баррикад, я, извините, не... А Москва на самом деле потеряна в этой жизни навсегда? Или все-таки есть надежда вернуться в какую-то другую Москву? Конечно, есть надежда. Всегда есть надежда. Когда я уезжал в 82-м году из России... Молодец, Бахет. Когда я... Вот вы сейчас это сказали, это правда? Конечно, конечно. Я это слышу? Естественно. То есть вы сейчас сказали мне, что есть надежда вернуться... Конечно, есть. Конечно, есть. В другую Москву? Конечно, есть. Я в 82-м году выезжал из советской Москвы в Канаду. Я был абсолютно уверен, что я уже никогда туда не вернусь. Вот. Тем не менее, через 4 года я вернулся в Москву. 4 года? Я плакал там от счастья. А все казалось навсегда? Оказалось навсегда. Причем я... Когда я сходил с самолетом, я был... Я работал на радио Канады, на антисоветской радиостанции. У меня был российский паспорт. Я был абсолютно уверен, что сейчас меня мог с трапа самолета забрать в ГБ и кинуть за антисоветскую пропаганду на 5 лет в ГУЛАД. Я подумал об этом и решил, что ничего страшного того стоит, чтобы я коснулся опять родной почты. А, вот-вот-вот этот русофоб советчик явился тут. Подлец. Подлец ты. Это змея, которую ты пригрел. Змея, которую я пригрел на груди. Змей. Змей. Сейчас мы уже кончаем. Пойдем, пойдем пить водку. Ну, это прям... Это известный русофоб антисоветчик Ербол Жмагов. Да. Ненавижу. Привет, привет, Ербол. Мусульманин, кстати, террорист. Вы что, на самом деле настолько оптимист, я прошу прощения за грубое слово. А какой у меня выход есть? Я не хочу думать, что на месте России должна быть радиоактивная ассоциация. Понимаешь? Мне хотелось бы, чтобы там свободный выбор людей, чтобы выбрали, например, человека на букву Н. Н. Да, чтобы выбрали на букву Н президентом. Понимаешь? А там следующая буква А. Ну, типа того. Да? Можно еще там какое-то количество букв собирать. Разберемся, да-да. Правда, к сожалению, ему нельзя участвовать в выборах, потому что у него судимость. Так снимут? Снимут? Свободная Россия будущего снимет все судимости, безусловно. Да. Кстати, давайте с этой мрачной темой придем к другому. Давайте. По поводу Навального, России, Путина и так далее. Да. Таки, как бы мы ни по этому поводу не суетились и не печалились, в мировой истории есть удивительный пример. Так. Мой любимейший пример это, разумеется, Нельсон Мандала, который 25 гребанных лет отсидел в одиночной камере. Ну, это же очень тяжелый пример, Бахетт. Но 25 лет... Подожди, подожди, подожди. Тем не менее, он вышел из тюрьмы и стал одним из лучших президентов мировой истории. Правильно? Это правда. Могу и второе пример сказать. Давайте. Был такой мальчик, можете помнить его, простой такой, рабочий судоверф, Лех Валенсов его звали, да? Электрик. Электрик, Да, совершенно верно. Был и третий пример. Был, между прочим, у нас такой простой мальчишка, Васлов Гавелл. Ох! Немножко какие-то графоманские пьесы писала. В принципе, был антисоветчик и клеветник, да? И стал лучшим президентом Чехии из-за всех. Больдова был еще РОДУ, который тоже 20 лет отсидел в Южно-Корейской тюрьме. Про этого чувака не могу ничего сказать, просто не знаю. Он 20 лет отсидел в Южно-Корейской тюрьме. Так. Потом, начиная либерализация, он вышел из тюрьмы, его немедленно избрали президента. Ну, Советский Союз всегда говорил, что это вот крайняя форма империализма, РОДУ и все прочее. Это я по пропаганде помню. Нет, нет, ты просто путаешь, это как раз был диссидент южно-корейский, либерал, демократ, который стал в тюрьме. А потом он пришел к власти и был очень приличным президентом. Так что, ребята, надежда не потеряна. Супер. Вот, собственно говоря, на этой заминательной ноте предлагаю закончить. Спасибо, дорогая. Спасибо вам. Спасибо вам. Закончим. Ты говоришь по-казахски, да? Я говорю как минимум десяток слов. На бытовом ты казахском говоришь. Ну, на очень бытовом. Понятно. Так как говорить правильно Авдеевский Казахстан? Как говорить правильно? Алга-Казахстан или Алха-Казахстан? Ну, конечно, Алга. Алха. Алха-Казахстан. фрикативный Г. Все, Алха-Казахстан. 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 Продолжение следует...